Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Ионеси. 25 апреля 2018 года, среда. Я продолжаю свой видеообзор по волнам Эллиот и ценовых данных на рынке валют. Итак, по основной валютной паре я ожидаю следующие движения, то есть в рамках данного сценария, что у нас есть 1-2 старшего порядка, есть 1-2 среднего порядка и как бы ожидаю формирование первой волны младшего порядка. И вот тут у нас, смотрите, как я думаю, есть 1-2-3-4, ожидая пятую волну примерно до уровня 1-21-5 плюс-минус, то есть где-то до уровня вот этих предыдущих минимумов. По фунту я думаю, что уже есть первая заходная волна вниз, вот среднего порядка, и я ожидаю начала второй волны, что меня именно подводит к этому выводу, ну наличие вот импульса в этой предполагаемой первой волне. Вот 1-2-3-4-5. Я ожидаю здесь пробой в уровне 1-4 и движение для начала к уровню 1-41. По австралийцу мы пошли ниже и может быть пойдем еще ниже. Ну максимальная цель для пятой волны, она не должна быть больше третьей. Ну примерно у нас, я так померил, где-то примерно уровень 0-75,1-0-75,2, я думаю. То есть где-то примерно вот на уровне вот этого минимума, где-то на уровне вот этого минимума 0-75,3, но может быть чуть ниже между вот этими двумя минимумами. По новозеландцу я думаю, что B-волна, она уже предполагаемая, она уже закончилась. Видите, я немного поменял здесь разметку, что вот не здесь закончилась четвертая волна, а вот здесь. Соответственно, пятая здесь. И вот у нас есть волна А, промывается волна Б. Кстати, Б, я думаю, что заканчивается уже, я ожидаю пробой в уровне 0-71,1-1, 0-71,2 и движение к уровням 0-71,5-0,72. Не думаю, что бой сегодня, наверное, ночью может быть. По японской иене цена вышла из канала в рамках четвертой волны, но это допустимо. Мы можем дойти даже до уровня 110, тоже будет допустимо. Здесь можно ожидать и движение до указанного уровня, либо уже начало движения в пятой волне, но это после пробоя уровня 108,5, а лучше уровня 108. По франку мы тоже идем вверх, вот тоже предполагаемая С в волне, и вот если рассмотреть структуру вот этой волны, последней бычей, то вот мелкие, супер мелкие 1-2, вот думаю, цена дойдет до уровня 0-98,5. Это будет третья супер мелкая, потом будет четвертая супер мелкая, потом будет пятая супер мелкая, в 5-й мелкой, в С в 4, примерно вот так я рассматриваю движение предстоящее. По канадцу у меня тут покупка, ну смотрите, тут у нас по-другому не 1-2-3-4, я убрал здесь канал, потому что он не актуален. Возможно, у нас здесь вот в этой предполагаемой С волне строится более мелкий А, Б, С. Вот А есть, Б строится, а может быть у нас строится 2 волна, вот 1-2, и вот даже если будет С волна, она тоже как бы вот зигзаг, первая волна в зигзаге будет импульсом, он закончится примерно на уровне 1-29, и после уровня 1-29 я ожидаю движение вниз, вот это основной мой вариант. По евро к фунту, тут строится в принципе по тому, как я нарисовал, но я тут не буду лезть в рынок, я буду ждать, когда закончится вот это коррекционное движение. По фунту к японской иене я ожидаю движение вниз, пробой уровня 151 и движение к уровню 150. По фунту к франку, ну я говорил о том, что это всего лишь возможно волна А, вот она импульс 1-2-3-4-5, это волна Б, потом волна С, и пока вот не завершится четвертая волна, я здесь буду вне рынка. По евро к японской иене мы пошли вверх, это хорошо, тут хороший тейк у меня закрылся, я ожидаю после консолидации дальнейшее движение вверх, пробой уровня 133,7 и движение к уровням 134,134 и 35. По евро к франку, тут возможно еще один виток повышательного движения, но если это 1-2-3-4, то тут супер мелкий, вот 1-2-3-4 и супер мелкая 5 может дойти еще до уровня 1-2-0-5. Ну и можем из текущих пойти вниз, для этого нужно пробить 1-19-5, кстати мы один раз уже прибывали, но потом быстренько пошли обратно вверх, тут у меня закрылся стоп. И по австралийцу к японской иене я ожидаю начало движения в пятой мелкой волне. Мне кажется, вот есть 1-2-3-4, должна быть пятая, я открыл покупку, ожидаю пробой уровня 83, движение к уровням 83,5-84. На этом у меня все, дамы и господа, желаю вам попутного тренда, жирных профитов и тощих лосей. До скорой встречи в эфире, пока-пока. Продолжение следует...